Посещение Таиншинского района ГАОЭС Нурмухамбетов начал с осмотра Драгомировской средней школы. Здание построили в 1968 году, а в 2021 его признали аварийным. В целях безопасности к началу третьей четверти 128 учащихся школы временно перевели в другое здание. В школе, которая уже больше полувека, есть проблемы с кровлей, идут трещины по стенам. На строительство нового здания выделено 1,2 миллиарда тенге. Новое здание появится на территории существующей школы. К возведению подрядчик приступит уже через неделю. По заверениям компании, строительство займет всего пять месяцев. Старую постройку было решено пока оставить, но администрация планирует позже заняться ее сносом. Пока здесь заняты будущими объектами. Подборная башня, котельная, футбольное поле и уличные тренажеры. Она будет размещена лицом к вышке. На заводе «Кокщестрой» в Таинше почти 11 лет производят трубы из полиэтилена для газа и воды, стальные трубы для тепловых сетей. Сырье для производства закупают в Новосибирске и Казани. Эти трубы поставляем в Шантубе. Вот эта труба предназначена для водопровода. Гарантия на нее 5 лет. Срок службы 50 лет. Вот эта голубая полоска означает, что труба предназначена для воды. Желтая – для газа. Еще мы делаем трубы для канализации и под кабель. ТО «Кокщестрой» также производит ПВХ окна и двери. В компании трудится 50 человек. Средняя заработная плата – 300 тысяч тенге. Гаоснур Мухамбетов также посетил районную больницу. Здесь обслуживают почти 40 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 400 посещений, а в стационаре – 120 коек. В районе есть 5 врачебных амбулаторий, 4 ФАПа и 54 медпункта. Но за более серьезной медицинской помощью жители едут в многопрофильную межрайонную больницу. 62 врача у нас работают по району, 283 средних медработников. В 2023 году 9 врачей прибыло. Дефицит кадров 10 врачей. Но из них мы уже анестезиолога-реаниматолога сейчас ждем в Западно-Казахстанской области. Из-за наших подъемных, в принципе, готов доктор переехать. Врача-онколога мы уже приняли на работу на той неделе. Врач-оталаринголог. У нас 4 хирурга сегодня в штате. Одного из них отправим на учебу. Он вернется, будет врачом-оталарингологом. Повышает свою квалификацию и врач лучевой диагностики. Он учится в медицинском университете Астаны. Не хватает больницы кардиолога, травматолога, акушеров-гинекологов и двух педиатров. В руководство учреждения обширные планы. Здесь добились хорошего материально-технического обеспечения. Закупили оборудование на 211 миллионов тенге. Стоматологических две установки. Функциональные кровати для родов, гинекологический с гидрофилическим управлением кресла, панорамный рентгеновский стоматологический аппарат, в котором мы очень сильно нуждались, потому что пациенты, которые обращаются к стоматологам, сегодня стоматологи без рентгена ничего не делают, пока не знают состояние зубов. Мы его установили уже, запустили. В больнице 87% нового оборудования. Благодаря ежегодному финансированию сотрудники смогли отказаться от обслуживания посторонними компаниями и полный спектр обследований проводят самостоятельно. Такие виды исследований нужны. Доктора сегодня, не направляя пациентов ни в Кокшетау, ни в Петропавловск, могут проходить здесь. Гаос Нурмухамбетов познакомился с молодыми специалистами и пожелал им успехов в их нелегком труде. Также глава области выразил надежду, что благодаря государственной поддержке новые кадры пожелают остаться в регионе. Как уже, наверное, ваш руководитель сказал, одна из тех областей, которые сегодня хорошую сумму пособий платят, одно из высоких. Поэтому самое главное, конечно, чтобы люди приезжали, молодежь обзаводилась семьями, оставалась. Для этого надо, конечно, создавать условия. В завершение встречи с медицинскими работниками Гаос Нурмухамбетов поздравил врачей с наступающим праздником на УРЭС. Анна Богословская, Александр Янсен, МТРК.